Приветствую вас и человек, в зоне которого вы озвучили, осуществляет деятельность по разъяснению гражданам публикации высших органов полиции. Разъясняет указы, акты и так далее людям, раскрывает значение различных правил и осуществляет просветительскую деятельность в отношении действий полицейских органов и полиции. Человек по связям с общественностью всегда сокращает границы между защитниками правопорядка и гражданами обычными, которых, собственно, первые и защищают. Это может быть преодоление барьера, согласно которому сотрудники полиции ведут себя высокомерно, высоко и так далее. То есть, скажем так, специалист по связанному сообщественностью отвечает за популяризацию полиции среди населения. Образование, которое человек должен иметь, думаю, связано либо с журналистской деятельностью, потому что это написание статей, это посвящение на тему работы полиции. То есть, вот, например, на сайте органов полиции будут публиковаться статьи, отчеты об их работе для как раз-таки сведений населения. И написание статей, опыт написания статей очень здесь важен. Мы имеем основу образование в социологической сфере. То есть, человек по связанным сообщественностью чувствует настроение людей и умеет обращаться с разными категориями граждан, понимая социальную природу таких обращений. То есть, человек по связанным сообщественностью это социолог. Вот, примерно, в таких направлениях вам и нужно смотреть. И на такие направления, я думаю, вам стоит обратить внимание. Получится ли соотнижение экономическое образование с связями с общественностью? Я думаю, да, если у вас хорошо развито писательское судье, и вы можете красиво, хорошо написать текст, сформулировать мысль и так далее. Но, так как, да, так как на месте, вам все равно придется проходить обучение, стажировку и так далее. Думаю, при хорошей рекомендации, если вы хорошо себя зарекомендуете на собеседовании, то вам не нужно получать дополнительное образование, и базовых будет вполне достаточно. Но, следует помнить, что все зависит от конкретного работодателя. Кто-то будет смотреть именно на свои требования, игнорируя способности и желания работника. А кто-то будет смотреть на, собственно, личностные качества у человека, и, соответственно, на первом месте у него будет именно это. То есть, попытаться стоит в нескольких разных местах. Потому что, где-то вам, скорее всего, откажет, где-то пообещают, и здесь важно не сдаваться при первой неудаче. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.